С вами Ольга Пырочкина. У меня 15 минут на то, чтобы рассказать вам о деятельности депутатов Государственного Совета Чувашии. В эфире программа «Законодатели». Жизнь и здоровье государственных и гражданских служащих Чувашии застрахуют за счет бюджета. Такое решение приняли депутаты Государственного Совета Республики на очередной 35-й сессии. Премии длились почти полтора часа. О том, что вызвало разногласия, далее. На случай травм, инвалидности или смерти в Чувашии застрахуют более 1370 государственных и гражданских служащих. Размер премии, которую получат страховые компании, за каждого человека определит договор. Однако он не может превышать 15% месячного оклада застрахованного. Распространяться такая страховка будет не на всех чиновников. Реестр должностей, утвержденный указом главы Чувашской республики, указом президента Чувашской республики, не включает в себя должность главы Чувашской республики и другие государственные должности. Включая должности, я просто перечислю, председателей Кабинета Министров, министров, заместителей представителей Кабинета Министров, заместителей Государственного Совета, заместителей и так далее, и так далее, и так далее. Саму идею дополнительно защитить ту или иную категорию граждан депутаты одобряют. Свои личные впечатления о государственной службе. Пришлось, правда, довольно давно нести эту службу. Хочу сказать, это был самый труднейший, напряженнейший и ответственный период в моей жизни. В чем это выражалось? Ну, во-первых, это ненормированный рабочий день. Это неожиданные экстренные командировки. Всегда стоял дежурный чемодан. Вот это сроки, это рамки. Против этого вряд ли кто что-либо возразит, если сам когда-либо был на государственной службе, либо работал и лично касался деятельности вот таких людей. Расходятся их взгляды в том, с кого стоит начать вводить обязательную страховку. Так КПРФ предложили сначала застраховать медиков. Мы считаем, что необходимо в первую очередь защищать тех работников, работников скорой медицинской помощи, которые ежедневно сталкиваются с такими асоциальными слоями населения. На них часто нападают. Только за 9 месяцев, 2019 года, 17 нападений. С этим надо что-то делать. К этому предложению депутаты вернутся на следующих заседаниях комитетов. И, возможно, парламентария расширит список страхуемых. Среди тех, кому, что называется, положено молоко за вредность, к примеру, учителя. Мы призвали включить в практику Государственного Совета Чувашьей Республики разработку проектов законов совместно всеми фракциями. Потому что, когда предлагает одна определенная сила, она учитывает тоже довольно узкую группу. То есть сегодня ограничились только врачами. Но на самом деле эта группа может быть намного шире. Этот закон вообще всех нас сблизил в одном понимании, что работодатель, а в данном случае руководители аппарата, подумали о человеке. Нужно сделать первый шаг, а дальше начинать уже о культуре страхования всех нас думать. Каждый на своем уровне. Первый шаг таки сделали. Закон о страховании госслужащих принят большинством голосов. И еще из повестки дня. Депутаты внесли изменения в закон о защите прав участников долевого строительства. В республике создадут единый реестр проблемных объектов и фонд из средств, которого эти объекты будут достраивать. Пока с федерального центра республики выделили один миллиард на завершение строительства. Я считаю, что может быть одного миллиарда не хватит, надо два миллиарда. Мы, конечно, поддержим это начинание, но будем инициировать, чтобы оно как-то с большим финансированием продолжалось. Также на сессии вручили удостоверение и нагрудный знак депутата Елене Васильевой. 8 сентября, в единый день голосования, ее избрали депутатом Государственного совета Чувашии по привокзальному одномандатному избирательному округу. Одна из тем повестки дня следующей сессии госсовета Чувашии – бюджет на 2020 и последующие годы. Именно бюджет станет первой темой нашей новой рубрики «Просто о сложном». Просто о сложном мы будем говорить с председателем комитета Государственного совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам Юрием Кисловым. Юрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы побеседовали с учениками студии «Куча Мала». Нашим респондентам было примерно 9-11 лет. Давайте посмотрим, что они нам сказали по поводу бюджета. Первый вопрос у нас звучит так. А куда эти деньги берет государство? Как сформируется бюджет? Печатает. Отлично. Печатает. Как вы думаете, сколько государства может напечатать денег? Ну, много. Неограниченное количество, я думаю. Сколько на что определенная сумма именно нужна, я думаю, столько и выделяется. Это деньги, которые даются стране, может быть. Стране даются. Все правильно. А как вы думаете, кем даются? Кто нам дает деньги? Ну, страна. Страна. Как страна сама себе дает деньги? Это как? Ну, типа, Путин дает. Путин дает стране деньги, да. Это у нас на самом деле. Ну, знаете, этот вопрос действительно достаточно сложный, если объяснять для детишек. Просто можно сказать, что каждые денежки должны быть обеспечены валютой, нашим достоянием. И просто так напечатать миллионы, миллиарды, триллионы, это только приведет к инфляции, удорожанию. Будет рост цен очень громадный. И мы не будем успевать, и деньги у нас будут в карманах такими вот пачками таскать. Мы иногда это проходили. На сегодня макроэкономическая политика государства. Все должно быть обеспечено. По доходам должен быть расход. А доходы мы зарабатываем. Зарабатываем. И не дает нам Путин. Мы зарабатываем в Чувашии, когда наши папы, мамы, бабушки, дедушки работают на предприятиях, получают зарплату, отчисляют НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Когда предприятие получает прибыль, тоже делится с нами. Есть другие формы налогообложения, имущество, НДС и так далее. И формируется такой большой пирог, который называется бюджет. И вот все-таки, да, у нас пока есть наличные деньги, то есть иногда печатный станок, то он все-таки включается, да, но не для того, чтобы напечатать столько, сколько нам нужно. Для чего, когда все-таки? Я не работаю, так сказать, в Центробанке, мне трудно сказать, но я догадываюсь, что печатный станок выпускается тогда, когда наши денежки приходят в ветхое состояние. То есть мы процентов, я думаю, 7-8 постоянно обновляем. Наши бумажные денежки, они имеют форму износа. Правда, их меньше становится. Скоро вообще будем только карточкой, наверное, пользоваться, народ к этому привыкает. Ну и небольшая запечатка, наверное, идет, но не в ущерб информационным процессам для того, чтобы не было обвала цен на жизненно важные необходимые продукты для нашего народа. Ну что ж, дальше посмотрим. Следующий у нас вопрос. Кто распоряжается бюджетом? Я думаю, что это министр. Да. И они распоряжаются этим. То есть они откладывают всякие деньги и сами по распоряжению Владимира Владимировича Путина делают это, осуществляют его мысли. Поэтому мы и говорим, что у нас есть исполнительная власть и законодательная власть. По идее, конечно, да, можно было бы расписать, куда направить, чтобы функции государства выполнить. Оборона, социалка, образование, медицина и так далее. И министр пусть действительно распределяют. Но для этого есть государственные советы, государственная дума, депутаты, которые не только контролируют освоение денежных средств. Контроль не основная функция. А главное, вот они это как раз и распределяют. Депутаты, не министры. Министры дают предложение, куда бы они хотели направить, для того, чтобы людям жилось лучше. Определяют, куда направить это депутаты. Они тоже не могут направить, куда попало. Почему? Идя на выборы, депутатские корпуса, объединения, партии, встречаясь с народом, спрашивают, а как вы видите будущее России? В чем? Куда нужно больше направить денег? Что нужно поднять? Что нужно усилить? И общаясь с людьми перед выборами, они получают наказы. Эти наказы они вкладывают в программы. Программы партии потом осуществляются в жизнь через наше решение Государственного Совета Чувашской Республики или Государственной Думы. И частенько бывает, что именно парламентарии поправляют министров. Не с точки зрения освоения средств, но и куда их направлять. Главное это эффективность использования средств. Можно их освоить, но не получить эффекты для того, чтобы большинство народа почувствовало это. А проходит 4 года, они приходят отчитываться, их спрашивают. В прошлый раз я за тебя голос отдала, ты обещал мне туда-то направить. А почему ты не направил? Денег их много не бывает. Ведь всегда есть то, на что денег не хватило. Например, в той или иной деревне дорогу в итоге спустя 4 года не построили. Что мы можем сказать? В любом случае, все эти наказы, которые формируются, выбираются первоочередные, которые касаются всех абсолютно. Здравоохранение, образование. Ну, представьте себе, что мы здравоохранение, образование, социальную направленность не будем финансировать. Но это будет коллапс. Дальше все идет. Помните, лет 10 тому назад говорили детские сады, детские сады, детские сады. Все прекрасно понимали, и в Москве, и в Чебоксарах. Да, вот есть проблема, ее надо решить. Ее решить за 2 часа нельзя, за 2 дня тоже нельзя. Мы подошли к этой проблеме, и на сегодня дети 3 и старше обеспечены. И в ближайших год-два мы обеспечим и садиковые. Ясельные. Все, мы решаем эту проблему. Были проблемы с дорогами. Если вспомнить, только в 2012 году у нас появился фонд, который на ремонт дорог выделялся. И у нас было 100 миллионов, 200 миллионов, 300 миллионов. На сегодня 5 миллиардов. Ежегодно. И посмотрите, что и в городе, и в районах. И в село пошли. И улицы в селах начали делать. То есть мы обязательно все сделаем. Но разом это невозможно. И людям, которые обещают завтра утром коммунизм, я бы не стал верить. Но вместе у нас все получится. Отлично. Следующий тогда вас просмотрим. Если бы вы могли распоряжаться бюджетом, на что бы тратили? Я бы построил во всех городах нормальные дороги и много небоскребов. А небоскребы зачем, скажите? Чтобы был красивый город, а не только Москва. Потому что только в Москве очень высокие небоскребы. Ваши личные отношения. Хотели бы видеть в Чебоксарах небоскребы? Сто этажей, например. Я, наверное, человек более такого пожилого возраста. Я бы не стал. У меня большого желания такого нет. Во-первых, эксплуатация очень сложная. Пожарная безопасность. Но это вообще, наверное, это неправильно. А во-вторых, я вижу тенденцию. Все больше и больше горожан даже желают переезжать в село. Ближе к земле. Недавно я услышал, что 25 миллионов горожан при социальном опросе готовы переехать в село. Поэтому я думаю, что больше сейчас надо в село вкладывать для того, чтобы люди... У нас же Чувашия такая маленькая. Можно жить в Порецком районе и каждое утро ездить сюда на работу. Ну, я утрированно так говорю. Ну, Цивильск хотя бы, да. Да, Цивильск, да, вот пригород. Если бы пофантазировать, построил бы свой город. Чем бы он отличался? У меня что-нибудь сверхъестественное. Например? Там бы на каждом шагу... Ну, как на каждом шагу? Каждые, ну, вот сто метров была будочка туалета. Будочка туалета. Вот действительно интересная проблема. Вот честно признаюсь, иногда по центру города гуляешь, да, есть проблема у нас, отсутствует такое благо элементарной цивилизации. Как вы думаете с этим, что мы можем сделать? Или нужно ли, считаете? Я абсолютно уверен, что это нужно делать. Для этого, опять же, не только детишек надо спрашивать и взрослых. Я думаю, городская власть, она способна решить эту проблему. Вот сейчас интерактивный вот портал «Мой город», по-моему, или как «Открытый город» называется, так ведь? Мне очень нравится подход городской администрации. То есть они спрашивают мнению горожан? Да, да, да. Они постоянно в диалоге с людьми. Что-то им надо сделать, они спрашивают, а как вы считаете? И людям это нравится, они же советы дают, и эти советы исполняются. Тот же туалет можно действительно... Ну вот мы говорим исторически, у нас родина, сюда культурная столица, будут приезжать туристы, замечательно. Речной порт самый лучший у нас по Волге. Это точно. Вообще самый красивый город. А город самый лучший. Дорога храма, которую когда-то рукали лет 30 тому назад, а сейчас какая красота. Ну и если нет туалетов, ну это вроде бы мелочь, но она действительно нужна. Но туалеты не такие, которые вот стоят посередине Красной площади и написано «Мэй Жо» вот такими буквами. А что-то должно быть непримечательное, в то же время удобное, но и желательно бесплатное. Это вообще бы идеальный вариант был. Я думаю, мэрия наш слышит, Алексей Олегович и Евгений Николаевич, депутаты городского собрания. Вот это критическое замечание молодого нашего жителя, я думаю, надо взять на вооружение. Мы вам в этом поможем. Ну я бы, даже не знаю, наверное бы сделала больше красивых мест, потом бы построила много красивых домов и разных квартир, и буфет бесплатный. Ну это пока перспектива такая. Для малоимущих, тех, кто нужно поддержать, там действительно бесплатное питание есть, проблем нет. Да, я помню, что это периодически обсуждается. Для всех это пока тяжело, это огромные бюджетные средства. Это пока большие средства. А вот в отношении красивые места и так далее, я опять к открытому городу возвращаюсь. Мы же постоянно спрашиваем, а где вы считаете, нужно сквер сделать, набережную, которую мы с вами сделали, парк кадетский, фонтаны около Шпашкара. Смотрите, какая красота. Это опять же диалог с людьми. Они хотят, чтобы было культурно, красиво. Я уверен, они не будут бросать там бумажки, потому что это все сделано по их просьбе, для их души. Они одобряли проекты. Они одобряли этот проект. Сначала тоже никто не верил, ну, это все болтовня. Вот власть городская доказала. Она слышит горожан, она хочет в этом русле работать. Комфортная городская среда, проекты. Надо сказать, что не только горожан, на самом деле. Да, сельские, инициативное бюджетирование. Это тоже великолепная форма государственного частного партнерства. Ребята там в селе 5-7-10% платят, остальное дает государство. И не потому, что государству эти 5-7% нужны, там эти 10-20 тысяч рублей. Потому что это вклад, другое отношение стоит. Это вклад, это их участие, начиная от стадии проектирования, рассуждения, где должно чего стоять, каким цветом покрасить, кто там будет активно отдыхать, и как содержать, и как потом чистота, чтобы было. Я уверен, что они не позволят, чтобы какой-нибудь заезжий мальчишка спилил там дерево или так далее. Потому что это собственные руками. Чувство собственного достоинства, что я сажал, и я буду контролировать. Важно понять, чтобы всем понять, что мы все в едином общежитии. Мы живем, начиная от местного двора, и Чувашия, и Россия, и только сплоченные вместе, мы можем решить любые проблемы. А для этого нужно патриотическое воспитание. Я считаю, что вот эту форму тоже, вот такую инициативную бюджетирование, выполняет эту форму. Именно воспитание патриотов нашей Родины и Чубакса. И последний вопрос, он уже от меня. Ну, не только от меня, на самом деле. Тема такая, достаточно. Я считаю, что цивилизованное общество, оно не может называться цивилизованным, пока у нас нет надлежащего обращения с безнадзорными животными. Вот все-таки, я понимаю, что это требует огромное... Это изменение менталитета людей требует. Это требует финансирования. Все-таки, когда мы сможем начать работу в плане, например, чипирования безнадзорных животных, создания именно сети приютов, а не каких-то разовых точек. Вот здесь что? Ну, в городе, вот у нас, в Чубаксарах, я считаю, эта работа немножко началась. Началась, да. Началась. Но это на начальном стадии. Я прекрасно понимаю. Вот одна из форм, вот если население скажет, горожане скажут депутатам, а у нас с вами на будущий год выборы, да, мы каждый год выбираем что-то и кого-то. Есть шансы сказать депутатам, вот те, кто бездомным животным дадут достойную жизнь, чтобы они, как говорится, дожили старость в своем управлении в нормальных условиях. Пожалуйста. Их не такие большие влияния, вливания не такие большие вливания. Я думаю, что это по силу горожанам, горожанам предъявить счет для того, чтобы сделали городская власть. Ну что ж, спасибо большое за беседу. Это была программа законодателя. До свидания. До свидания.